Я сейчас смогу доказать, потому что это действительно совсем просто, я смогу доказать теорему о модуле Гауссовой суммы. Потом я смогу найти Гауссовую сумму с точностью зознаков. Итак, давайте начнем с теоремы о модуле Гауссовой суммы. Оказывается, что если вы Гауссовую сумму умножите на сопряженное к ней личное, так, не забудьте это сказать, что такое сопряженное число. Когда у вас есть любое комплексное число, А, П, Б, то сопряженное называется вот такое. Когда вещественная часть осталась, а у мнимой части знак поменялся. Так вот, давайте я сейчас, для того, чтобы вам было, что называется, понятнее, скажем, для семерки, согласитесь, что семерку еще не считали, да? Написан, конечно, ответ, но мы же вообще-то это не вычисляли. И вот я сейчас для семерки попытаюсь вам объяснить, что бывает, когда Гауссовую сумму умножаешь на сопряженную к ней. Кстати, чему равняется сопряженное число к числу эпсиона? Это эпсион в минус первой степени. Понимаете ли это? Почему? Потому что эпсион, это число по модулю равное единице. Модуль при сопряжении остается. А что происходит с аргументом? Аргумент меняет на минус. Значит, это будет эпсион в минус первой. Или то же самое, это эпсион в степени n минус. Ну, замечательно. Замечательно. Это понятно. Итак, в качестве n берем семерку. И сейчас выпишем Гауссовую сумму. Единица, эпсион, эпсион в четвертый. Так, следующий будет эпсион в какой? В девятый, то есть в квадрате. Теперь, шестнадцатое, это что так хватит? Шестнадцатое. Чувак? Шестнадцатое, то же самое, что квадрат. Так, дальше пошла двадцать пятая, это то же самое, что четвертая. И какая еще бывает? Тридцать шестая, это то же самое, что первая. Все. Все, замечательно. Я выписываю вот эти вот штуки. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание. Это очень важно. Это есть единица плюс два эпсиона, плюс два эпсиона квадрат, плюс два эпсиона четвертый. Согласны? Вот, между прочим, числа один, два и четыре, это так называемые квадратичные вычеты. Это квадратичные вычеты по модулю семи. Ребята, здесь была целая лекция о квадратичном законе взаимности, и я его даже тогда доказал. Там было такое понятие, число называется квадратичным вычетом, если оно не делится на данное простое число P, и если существует такое X, что оно, по модулю P, это такой же остаток, как X квадрат. Здесь достаток, где они какого-то, не делящегося на P, числа. Так вот, на самом деле, теория Кауссла-Ксу напрямую связана с теорией квадратичных вычетов. Легко понять, почему это так. Дело в том, что когда мы здесь возводили 6 квадратов и брали остаток пределения на 7, то вообще-то 6, это 7 минус 1. Понятно, что это будет так всегда, а не только для числа осей. Замечательно. Теперь мы берем и вот это вот хозяйство умножаем на числа сопряженные, что такое сопряженные? Это здесь будет эпсилом в шестой, сопряженное здесь будет эпсилом в кубе, дальше будет эпсилом в какой листанте? Ну, сейчас. Слушайте, ребят, простите меня, конечно, а можно я все-таки сэкономлю, потому что я у меня компьютер. Это компьютер легко заставлять там написать таблицу 7 на 7. Можно я сейчас пойду на такой эксперимент, ладно? Вам все равно, а мне писать в 4 раза меньше. Договорите? Ну, правда, потому что иначе издевательств я не успею, я не закончу ничего. Итак. Перед эпсилом в четвертую. Что? Перед Эпсилом в четвертую. Да, конечно. Как же начать? Конечно. Так, здесь у меня будет все хорошо. Здесь у меня будет все хорошо. Так, значит, для эпсилом в четвертую сопряженная эпсилом в кубе, для эпсилом в квадрате сопряженная эпсилом в пятую. Следствие будет как же начать? Итак, ну, согласитесь, таблица стала гораздо меньше, и поэтому шансы на то, что мы ее успеем заполнить больше. Итак, здесь будет 1, здесь 2 епсилон, здесь 2 епсилон в четвертый, 2 епсилон в квадратный. Замечательно. 2 епсилон в шестой. Так, стоп, 4. 4 епсилон в шестой. На епсилон плюс 4. Дальше, здесь будет 4 епсилон в кубе. Здесь у нас будет 4 епсилон. Здесь будет 2 епсилон в кубе. Здесь будет 4 епсилон в четвертый. Здесь будет опять просто 4. Согласны? Потому что да. Здесь будет 4 епсилон в пятый. Здесь 2 епсилон в пятый. 4 епсилон в шестой. Так, не страшно, нет, недолго осталось. 4 епсилон в квадратный. 4 плюс 5 это 9 плюс 2. И, наконец, здесь будет опять 4. Так, замечательно. Теперь пытаемся как-то это записать попонятнее. Ну, 1 и 3 четверки, это понятно, что такое. Это число 13. Дальше, давайте я буду обводить кружочек, то, что написано. Епсилонов сколько у нас ждут? 2 епсилона, 4 епсилон. Где-то еще есть? Помните? Все. Это у нас 6 епсилон. Плюс 6 епсилон. Так, сколько у нас епсилон в квадратах? 2 епсилон в квадратах и 4 епсилон в квадратах. 6 епсилон в квадратах. Ребята, у вас уже возникла куда-то средняя или нет? А? Что у нас епсилон в квадратах будет тоже сколько штук? 6 епсилон в квадратах. Эпсилон в квадратах у нас будет тоже 6 штук. Замечательно. А епсилон в четвертой? Уж не 6? 6. 6 епсилон в четвертой. Недолго осталось, ребята. Эпсилон в пятой будет у нас тоже 6. Бывает же такое? Вот. А епсилон в шестой? 6. Так. Осталось вспомнить, чему равна сумма 1 плюс епсилон в квадратах. эксилон в квадратах. Эпсилон в квадратах. Эпсилон в квадратах. Эпсилон в четвертой, в пятой и в шестой. Кто помнит? 0. Значит, 13 это не 13. 13 это 7 плюс 6. И значит ответ в антиби. Ребята, я доказал потрясающую вещь. Если гауссовую сумму умножить на сопряженную по себе, то вы получите в качестве ответа число 7. Значит, модуль гауссовой суммы равен чему корень 7. Модуль гауссовой суммы корень 7. Разумеется, я показал только гауссовую сумму, но несложно понять, что это верно на самом деле для человечества. Я, наверное, даже пока повременусь к показательствам этого, потому что это просто надо разобраться с тем, где здесь что. А я хочу сейчас объяснить вам чуть-чуть другую вещь для того, чтобы вам стало что-то называется интереснее. Спасибо. Спасибо.